Добрый вечер, Бог благословит! Рад принять участие в этой передаче. Отец Игорь уже много-много лет занимается проблемами трезвости и трезвения. А это, кстати, не совсем одно и то же, хотя все перекликается. Сегодня мы предлагаем для обсуждения тему обет трезвости. Что вы об этой традиции знаете? Как к ней относитесь? Давали ли вы когда-нибудь обет трезвости? Или, может быть, намереваетесь сделать это? Да. Звоните нам по телефону 379-6570, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Батюшка, а вы сами давали когда-нибудь обет трезвости? Да, я обязательно давал обет трезвости, причем у меня в жизни случилось таким образом, что когда я уже около 10 лет прожил трезво, и мне эта жизнь... Без обетов? Без обетов, безо всяких обетов. Я прожил трезво. Это еще было до моего священства, даже до моего воцерковления. И когда я стал воцерковляться, давно занимаясь такой деятельностью помощи страждущим людям, узнал, что есть такая практика. Эта традиция достаточно широко была распространена в церкви. И когда я первый раз у нас служил самолебенное изъявление обета трезвости, я захотел тоже вместе со всеми дать этот обет, то меня батюшка не благословил, сказал, тебе-то зачем? Вот у меня тот же самый вопрос. Ну, действительно, вот существует такое мнение, что трезвость нужна только пьющему человеку. И если человек пьет, вот ему нужна трезвость. Хотя я вот неоднократно уже об этом говорил. Один из великих учителей нашей Русской Православной Церкви, Иоанн Златоуст, он говорил о том, что пьянеть, то есть лишаться трезвости, человек может не только от вина, он может пьянеть от гнева, может пьянеть от похоти, он может пьянеть от чревоугодия. То есть мы, когда говорим о трезвости, мы в первую очередь говорим о трезвости как о христианской добродетели, как о нравственной ценности. И я бы даже сказал, что это не просто нравственная церковь, ценность присущая нашей христианской традиции. А это даже наша базовая национальная ценность, потому что и у других религиозных традиций, других конфессий она тоже присутствует. Это совершенно ясно и понятно. И поэтому, да, вот я жил трезво. И, конечно, я могу сказать, что личная трезвость, она существенно отличается от трезвости по обету. Потому что когда, если человек начинает сам жить трезво, возникает вопрос, а зачем ему нужно? Ради чего он так живёт? Ну и ответы тоже очевидны. Человек может жить ради своего собственного здоровья. Может жить ради семьи. Может жить ради своих детей, чтобы не быть для них предметом соблазна. И совершенно другое, когда человек живёт трезво ради Бога. Понимая, что трезвость является необходимым условием спасения, ибо пьяница Царствия Небесного не наследует, и он, понимая свою немость, желает себя совершенствовать вот в этой христианской добродетели, дабы преуспеть ему в этой форме такой вот, я бы даже сказал, современного подвижничества. Вот согласно с вами, наши зрители, во всяком случае, те примеры, тот жизненный опыт, которым с нами уже поделились, это созвучно тому, что вы сейчас говорите. Николай Кирхеев пишет, слышал, что есть такой способ держать себя в рамках на определенное время. Это я слышал в радиопередачах на эту тему. Как рассказывали сами алкоголезависимые, это помогло, даже создавали семьи. Отношусь к этому, конечно, положительно. Лично сам не прибегал к этому способу, но у меня был такой опыт. Одно время я за компанию часто пил. Вы удивитесь, даже на работе. Да нет, чего уж тут удивительного, мы же в России живем, бывает такое, знаем. Но сильно заболев, решил, что рождественский пост продержусь без алкоголя. Тогда не ходил еще в церковь. На предложение выпить отказывался, спрашивали, а что такое. Отвечал пост, спрашивали, а почему мясо ешь. Отвечал, чтобы хотя бы одно вынести. Уважали, потом стали поздравлять с Рождеством, Пасхой. Рождественский пост продержался. И к Великому посту пришел уже на исповедь в неделю о блудном сыне. Такая история. Замечательный опыт. Кстати говоря, вот интересно, мы в первые дни Великого поста в эфире читали Советы священников, опубликованные порталом православие.ру. И романах Макарий Маркиш, он советовал как раз-таки не давать зароков. Он говорит, если вы пьете и дадите зарок на Великий пост, то вы будете дожидаться Пасхи, и Пасху встретите совершенно в непотребном состоянии, потому что, ну всё, теперь можно. То есть, если есть проблема от неё, проблема, которая называется грехом, от неё надо избавляться кардинально, а не на какое-то время. Ну, действительно, это совершенно обоснованная точка зрения, что надо от греха избавляться кардинально, только не у всех получается это делать сразу. То есть, действительно, нужно ставить перед собой такую кардинальную задачу, но при этом понимать, что всё большое складывается из маленького. И Василий Великий, один из учителей нашей Церкви, он говорит, что в духовной жизни существует такой закон постоянства и постепенства. И есть ещё такое понятие, как родение непоразумению. И человек может взять на себя какой-то труд, какой-то подвиг, какую-то духовную задачу, которая совершенно ему не по силам. И в этом отношении действительно нужно как-то двигаться в этом плане постепенно. Но говоря об обиде трезвости, я бы всё-таки ещё немножечко конкретизировал и сказал, что трезвость нужна она не только человеку, который осознаёт и понимает, что у него есть зависимость. Трезвость нужна в семье, трезвость нужна детям. И вот очень важно, чтобы понимать даже, как эту трезвость мы могли бы сохранить. У нас был такой конкретный пример, когда один из сыновей нашего батюшки, трезвенника, он увидел, что люди, которые живут по обиду трезвости, не носят значки. И он подошёл и говорит, вот я хочу такой же значок. Ему говорят, ну, конечно, значок – это дело хорошее, но значок дают не просто так, его надо заслужить. А что для этого нужно сделать? Ну, для этого вот хотя бы год пожить по обету трезвости. Так, ну, мне не трудно, я и два, и три готов по обету трезвости прожить. И тогда папа подходит ко мне и говорит, ну, вот что делать? Человеку 9 лет, он желает жить по обету трезвости. И вроде бы, с одной стороны, все понимают, насколько это важно и ответственно, а с другой стороны, ну, давайте вот мы ребёнку скажем, знаешь, трезвость – это не для тебя. И что мы получим через какой-то период времени, и мы с ним так соборно посовещавшись, как говорится, под свою ответственность решили, что всё-таки пусть он живёт трезво. И потом уже мы для себя обнаружили, что, оказывается, эта практика достаточно широко была распространена в дореволюционной России. И смысл её, если коротко сказать, заключался в том, что человек понимает, насколько велика опасность, насколько мир в этом отношении, он агрессивен и желает овладеть человеческой душой. И человек понимает, что он сам не может справиться с этим пороком, и желая оградить себя, понимая, насколько это благодатно и важно, он обращается к помощи Богу. То есть он просит у него, Господи, я понимаю, что это ответственно, я понимаю, что эта зависимость, она может погубить мою душу. Я сам не могу с этим справиться, я приложу все свои усилия, но Ты, Господи, помоги мне, огради меня от этой пагубы, чтобы мне не впасть вот в ту самую какую-то форму зависимого поведения. Ну и, кстати говоря, батюшка, 9 лет, к этому возрасту уже кто-то и алкоголь пробует, и покурить пробует, и наркотики, а тут ребёнок вот как бы этим своим обещанием, и в то же время просьбой Богу, он себя каким-то образом утверждает в том, что он точно будет говорить нет, во всяком случае будет всеми силами стараться. Мне в связи с этим вспоминается другой пример, тоже в храме подходит маленький мальчик, потом выяснилось, что ему 7 лет, и он говорит, батюшка, я говорю, что такое? Знаете, говорит, я пью и курю, и никак не могу бросить. Да ласточка, да ты же так. Я говорю, я так изумился, говорю, а где же ты, собственно говоря, к этому ко всему пристрастился-то? Он говорит, так вот на улице же, там, говорит, полно этих летних киосок, там люди не допивают, оставляют, разбрасывают свои окурки, и я, говорит, вот настолько к этому пристрастился, что уже понимаю, что без этого не могу. И вот действительно, может быть, не только для личного спасения, но и, как нам об этом говорит апостол Павел, что если соблазняется или притыкается брат твой, то я понимаю, насколько это для него немощного, ответственно, насколько для него это важно, и я для себя принимаю решение ради своей христианской любви, я хочу её выразить не просто словами, а конкретным делом, я даю обещание, что я не буду для него вот этим предметом соблазна. То есть вот обет трезвости — это не только форма проявить своё отношение, скажем, к различным психоактивным веществам, а это, в первую очередь, и форма выражения нашей христианской любви к тем нашим немощным братьям и сёстрам, которые изнемогают и страждут от этой зависимости. Вот, кстати, на эту тему, на тему, как можно соблазнить даже своих детей, даже того не желая, нам написала Виктория Визгина. «Моей жизни было так. Собирали стол каждому празднику по календарю, выпивали культурно, без безобразий, сидели исключительно в честном кругу самых близких. Но что страшно, и это стали понимать только теперь, что свидетелями посиделок были дети. На столе было мало выпивки, и старались брать хорошее вино для дам и водку для мужчин, закусочка своя в основном. Это любили по своей давней привычке с 90-х годов. А собирались семьями не алкаши же в одиночку пить. Так вот, как хорошие мамы, мы накрывали отдельно стол для детей со сладостями и чаем, но ведь это нас не извиняет. Пример застолья показан, тип поведения тоже, теперь расплачиваемся. Должна добавить, что и не всегда выпьешь, проговоришь, провспоминаешь, и потом на работу. С мужиками сложнее. Эти на работе могли добавить, а то и продолжить. Вот правда жизни. Уже теперь не только по праздникам, мы вообще не употребляем спиртного много лет, но обедов не давали. Мужа свалила болезнь, хочешь не хочешь, не выпьешь. Вот, собственно, такое признание, в общем-то, о том же. Я думаю, что осознанная такая необходимость того или иного поступка, она тоже может быть в какой-то форме обетовить. Человек не обязательно обещания дает Богу. Вот часто приходят люди, и я вижу, скажем, что это люди еще не имеют достаточного религиозного опыта. Эти люди, они еще не имеют необходимых знаний о церковной жизни, но, тем не менее, они настолько от этого настрадались, и они говорят, вот, батюшка, вот я один позвонил, говорит такие слова, батюшка, там вот у вас есть какой-то обед, мне надо его сделать. Я понимаю, что вот так вот он это все воспринимает, обед, который ему надо сделать. Ну, у вас в церкви же все вот не как у людей, у вас и ударений нет. Ну, да, понятно. Но, тем не менее, может помочь. Да, и этот человек, вот он, может быть, имеет такое стремление как-то обратиться к Богу за помощью, но я ему в этом отношении говорю, знаешь, дорогой человек, вот похвально твое стремление, тебя никто не обязывает то, чтобы ты пил, и ты можешь обещание дать самому себе. Если хочешь, можешь дать обещание мне. И тогда, когда ты уже приобретешь опыт и сумеешь это слово сдержать, то тогда следующий шаг мог бы быть как раз, и выражался бы он в том, чтобы ты дал обещание Богу. И вот эта вот практика, она, между прочим, может распространяться не только на обет трезвости, а обетная практика как таковая, она достаточно широко была распространена в церкви. Есть замечательная книжка, епископ Петр Екатерининский написал о практике православной аскезы, и там как раз он пишет, что обет — это есть выражение нашего Богопочтения. То есть это не просто бегство от какой-то зависимости, а я бы сказал, что человек этим обещанием Богу желает выйти на совершенно другой уровень личных взаимоотношений с Богом. И поэтому он решается на такой шаг. Ну, шаг серьёзный. Вот, кстати, пишет Тамара К. Обет трезвости не давала, по здоровью не положено спиртное. Хотя я его никогда и не любила. Пила, конечно, для приличия, но всего три глотка, больше не влезала. А когда посмотрела беседы священника Игоря Бочинина, вот, батюшка, вам поклон, то вовсе отказалась от спиртного и не жалею, поверьте, ничего не потеряла. Отказ от спиртного — это, конечно, большой подвиг, даже для тех, кто пьёт только по праздникам. Я думаю, что если человек, так сказать, завязал и принял обет трезвости, то и семья должна тоже принять его. Если на празднике все родные и друзья вино попивают, а бедолаги компот подают, то представьте, что творится в душе человека. А после удивляются, почему он запил, и фактически на них лежит грех за то, что соблазнили его. Вот об этом, о том, как семья может помочь человеку перестать пить и быть зависимым. Я думаю, мы попросим батюшку ещё раз к нам прийти и раскрыть эту тему, потому что тема касается уже теперь всех нас, а не только тех, кто подвержен каким-то сильным запоям. С радостью готов принять участие в передаче и поделиться тем опытом, который у нас есть. Спасибо, отец Игорь. Друзья, спасибо вам. С вами были протерей Игорь Бочинин, председатель Иоанна Предтеченского «Братство трезвения Русской Православной Церкви» и Светлана Ладиной программа «Честное мнение». Даст Бог завтра. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok